Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова Тема программы сегодня – профилактика онкологических заболеваний полости рта Передо мной заведующие хирургическими отделениями Кировской областной стоматологической поликлиники Евгения Кончарова и Сергей Коршунов Здравствуйте, уважаемые гости Здравствуйте Здравствуйте Вы проводили публичную лекцию «Профилактика стоматологических заболеваний» Расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие, к чему оно было приурочено И в чем вызвана необходимость проведения данных лекций Данное мероприятие было приурочено к, сейчас идет месячник, профилактике стоматологических заболеваний Онкологических? Ну, онкологических Здесь мы в этой лекции касались как профилактики стоматологических заболеваний Блок один такой был. И отдельно именно онкологических заболеваний полости рта. К этому мероприятию была приурочена данная лекция. Если говорить про необходимость ее проведения, если представить себе структуру злокачественных образований через на лицевой области, то можно заметить одну такую особенность. То есть, допустим, злокачественного образования губ, одну десятую составляют в ее структуре, это злокачественное образование четвертой стадии. А, допустим, половина первой стадии. Ну, первая стадия, она более легкая, четвертая более тяжелая. Если смотреть структуру заболевания злокачественные, уже языка, там дна полости рта, слюных желез, там диаметрально противоположное идет показание. То есть, где-то одну, ну, может быть, чуть побольше одной десятой это первая степень, а почти половина это уже четвертая степень рака. Если уже смотреть рот, нос, глотку, то есть, дальше уже лорорганы, то там уже более половины, это четвертая стадия злокачественных образований. То есть, поздно выявляется? Вот почему поздно выявляется? Потому что не видно. То есть, губа, ее видно. Поэтому и сам пациент обращает на это внимание и обращается к специалисту, соответственно. И плюс окружающие, в том числе и врачи тоже вовремя могут это заметить. Поэтому вот эта вот просветительская работа, назовем это так, она ведется вдруг в двух направлениях. Первое направление – это работа с врачами, то есть не только с врачами, которые являются стоматологами, но и с теми врачами, которые так или иначе полости рта касаются. А это? То есть, это лор-врачи, ну, педиатры, участковые терапевты, то есть, они полость рта смотрят. Поэтому понятно, что они тоже должны это видеть и уметь это видеть и определять. Работа с врачами ведется, ну, вот тут Евгений Николаев как раз принимал участие, фильм есть создан, он разослан во все районы Кировской области именно по обследованию полости рта на предмет злокачественных новообразований. Ну, и что за фильм, кто его создавал? Ну, создавался на базе нашей поликлиники, участвовали наши доктора, я в том числе, руководитель группы, так, доктор-ортопед, два доктора-ортопеда, потому что ношение ортопедических конструкций – один из неблагодарных факторов возникновения. О факторах мы чуть позже поговорим. И создалась вот эта напряженность не в своевременности в выявлении предраков или, тем более, уже новообразований в челюстной цевой области, в полости рта, когда она из самых визуальных опухолей, чем, например, рак какой-то брюшной полости, рак желудка. Это рак, вот как здесь сказал Сергей Николаевич, рак губы, языка – это визуально видно. Поэтому мы решили создать фильм о основах осмотра, что мы смотрим, как мы смотрим, какие мы зоны должны посмотреть, что там увидеть в норме, что мы должны увидеть в патологии, как пропальпировать лимфатические узлы, какие группы. То есть полностью на полноценный осмотр. Этот фильм не только для стоматологов, но и для именно фельдшеров, участковых терапевтов, этих ФАПов, которые созданы, чтобы они могли на месте полноценно осмотреть пациента. То есть только для специалистов. Да, потому что стоматологи, скажем, про это, они с этим… Каждый день. Да, каждый день. Это именно для врачей. То есть это вот такое вот одно направление. А второе направление, оно направлено именно на пациентов. То есть речь идёт о самообследовании. Но это не идёт речь о том, что пациент должен сам себя обследовать. В принципе, вот… Да, в принципе, это должен всё-таки. Ну, мы и грусты… Он должен… Ну, нет, всё правильно. Он должен себя обследовать. Он должен… Ну, больше для того, чтобы он обратил внимание на те проблемы, о которых, допустим, мы будем говорить. Причём вовремя обратил внимание. Да, да, да. Причём вовремя. На ранних статях. Потому что вот, говорю, на лице, когда видно, пациент сразу обращается. Плюс ему люди скажут, допустим, посмотри-ка, что там у тебя. Хотя бывает и по-другому. А вот когда в полости рта, он может мазать, полоскать, прижигать, заговаривать. То есть всё, что угодно. И вот поэтому по статистике вот так. То, что в полости рта, рота, глотка, носоглотка, четвёртая стадия, почти половина. А как это было раньше? Поясните, пожалуйста. Вот сейчас, я так понимаю, что создаётся некая напряжённая ситуация, я от многих это слышу, что всё больше работ проводится, просветительских каких-то лекций, фильмы записываются по онкологическим заболеваниям. Это связано как-то с ростом выявляемости? С ростом уже в основке диагноза как такового злокачественного образования ротовой полости или челюстной лицевой области. То есть уже загруженность онкодиспансера, когда пациенты приходят уже, как сказал Сергей Николаевич, не первая-вторая стадия, а третья-четвёртая, когда лечение во многих процентах уже безуспешно и ведёт к какой-то инвализации. То есть создаётся напряжённость ввиду часто выявляемости уже с запущенной формой, когда уже обращается специализированное учреждение именно уже с постановкой диагноза, не на каком-то этапе предрака, не на первой стадии, а вот именно уже третья-четвёртая. Поэтому мы создаём фильм, создана тоже с нашим участием, памятка для пациентов, на что обратить внимание, какие факторы неблагоприятные, какая профилактика. То есть мы пытаемся максимально, не только специалистов, Сергей Николаевич говорит, что специалистов неоднократно мы проводим практически 3-4 раза в год с нашими специалистами, с врачами, с стоматологами, ещё раз обновляем эти знания, проговариваем, на что мы должны обратить внимание, на что должен сам пациент обращать внимание при обращении не просто для осмотра на онкопатологию, а для осмотра по поводу лечения зубов, удаления зубов, что доктор должен ещё полноценно осмотреть пациента. Ну и опять же ещё введём обучение общепрофильных специалистов. То есть вот этот момент акцента. Эту всю работу вы проделываете в каком ареале? То есть это Киров или область тоже так или иначе задействована в этом? Ну мы, конечно, стараемся на базе нашей поликлиники, потому что мы работаем в нашей Кировской клинической стоматологической поликлинике. Но я говорю, что вот этот фильм, который мы создали, безвозмездно разослали по всем районам, чтобы они обучались. На свободном доступе его нет? На ютуб-каналах? Нет, он в доступе, в интернете. То есть, пожалуйста. То есть он есть. А давайте расскажем, как он называется и как его можно найти в сети. Я могу потом посмотреть ссылку на компьютере. Да, мы тогда ссылку приложим к записи этой программы, так что уже, мы слушатели, вы сможете тоже обратиться и посмотреть. Там называется обследование челюстно-лицевой области на предмет выявления онкопатологии. То есть вот так, в принципе, называется. То есть он в доступе, мы его создали и, пожалуйста, выложили только для того, чтобы врачи посмотрели, посмотрели пациенты. Для того, чтобы во благо снизить вот эту все-таки, правда, растущую. Чем больше людей об этом знает, тем нам лучше. А в связи с этим вопрос. Да, вернемся к лекции, которую вы проводили. На вашем сайте я прочитала о том, что слушателями этой лекции было 25 человек. Что это за люди? И 25 это много или мало? Потому что у меня такое субъективное ощущение, что это крайне мало. Это крайне мало, да, все правильно. Это частные слушатели? Это пациенты. То есть до проведения этой лекции была информация в газете про город, плюс информация была в самой поликлинике у нас по поводу 24А и, по-моему, на Карла Юрьевна. Карла Юрьевна везде, где все могли развесить, чтобы пациенты пришли. Это были пациенты, которые пришли на прием, которых эта тема заинтересовала. Но это мало, это мало. Поэтому мы подготовили специально раздаточный материал, чтобы был на руках у пациентов. Ну, потом мы вам тоже оставим. Обязательно оставить. Для того, чтобы они передали это другим. Но это мало, конечно. А с чем вы связываете такое малое количество? Потому что, ну, я так понимаю, что вы использовали ресурсы, которые очень массовые, имеют очень большой охват. Неужели так мало людей беспокоятся действительно о своем здоровье, здоровье своих близких? Или им просто лень? Я не понимаю, в чем дело? Или они считают, что они все знают? Ну, я думаю, что здесь сам, может быть, я не буду говорить, что менталитет, не менталитет. Когда, конечно, что-то беспокоит, болит, страх за свое здоровье возникает, они уже обращаются, но уже забращаются, уже, правда, с диагнозами. Здесь была просветительская лекция. И, конечно же, ну, вот какой-то, может быть, несознательность. Потому что даже в сентябре у нас тоже на базе нашей поликлиники проводилась и на Попова-24, и на Карла Либнихта скрининг тоже пациентов. То есть это просто обследование на онкопатологию. Пациент мог обратиться, были выделены врачи, бесплатно врачи на осмотр, на лекцию, беседу. Тоже, опять же, был подготовлен материал, памятки, аппараты для того, чтобы не только осмотреть, но у нас еще есть в нашей поликлинике аутофлюоресцентный аппарат, когда вот это свечение, мы можем заподосить какие-то участки неблагоприятные со стороны вот этой онкопатологии. И, опять же, учитывая, что это был целый день и в две поликлиники, к нам обратились 66 человек. То есть это тоже какое-то крайне малое количество. Но мы не отчаиваемся, я думаю, что в этом году мы еще раз это обязательно сделаем, потому что работать и работать в этом направлении, можно сказать, только с самого начала. То есть эти фильмы раздаточные, то есть нам нужно работать, конечно, с населением, с пациентами, чтобы они как-то о себе заботились. Давайте рассединить, что на самом деле рак – это опасно, и он может постригать его. Он, естественно, с нами, он с нашими близкими, родными. Я думаю, что у каждого есть знакомый, если даже не родственник, который в какой-то степени был или является пациентом онкодиспансера. Ну, напугали. Давайте теперь непосредственно к профилактике перейдем, к самообследованию. Сергей Николаевич, Вы, наверное, расскажете нам, что именно делать, как диагностировать, как по себе можно проверить, есть какие-то опасности или нет. Ну, вот когда шла подготовка к этой лекции, я для себя понял, что, в принципе, вот те проблемы, о которых идёт речь, это не то, что признаки какой-то онкопатологии, это признаки, при которых пациент просто должен обратиться к сноматологу. Что это за признаки? Признаки? Ну, во-первых, это появление в полости рта различных, ну, так как у нас полость рта такая средовлажная, то есть обычно новообразование там проявляется в виде различных язв. Вот. И плюс какой-то дополнительный, назовём это, ткани. То есть если в полости рта появляется какая-то язва, кровоточащее, болезненное, незаживающее длительное время, ну, от двух до четырёх недель, это повод обратиться не то, что за подозритель рака, а обратиться к стоматологу как таковому. Вот. Также новообразование злокачественное, то есть признаки злокачественности – это кровоточивость, иногда болезненность, то есть кровотечение в полости рта с определённых локализаций появляется, это повод обратиться. Ну, также новообразование, признаки злокачественности – это ороговение в полости рта. Что это? Ороговение, ну, назовём это так, эпителий полости рта, он не роговевающий, то есть у нас, допустим… Ну, вроде бы, да, влажная среда. Ну, не то, что влажная среда. Ну, ороговение – это у нас признак свойственной кожи, допустим. Стопы, подушечки пальцев орогевают для того, чтобы… Ковочки. Да, защита, защита. Ороговение в полости рта – это тоже своеобразная защита. В норме её быть не должно. Обычно ороговение, оно появляется при контакте с какими-то химическими веществами или физическими, ну, вот курение, допустим. У курильщиков такое заболевание, если лейкоплакея, когда орогевает эпителий полости рта. Он пытается защититься от какого-то вредного фактора, и появляется такой роговой слой на нём. И в тех местах, где что-то натирает, травмирует постоянно, хроническая травма полости рта – это тоже признак озлокачествления. Организм какое-то время пытается оградиться от этого путём образования, ну, назовём это там, какого-то рогового слоя в полости рта. А потом в один прекрасный момент клетки перерождаются, и это всё переходит в какой-то злокачественный рост. Чего-либо. Ну, есть ещё такие признаки онкологии. Это общее, но это обычно связано с симптомами общей интоксикации. Слабость, недомогание, какой-то суфибрилитет может появляться. Поясните это слово, пожалуйста. А, ну, повышение температуры тела. Так, ещё можно добавить. Я думаю, что это, если вы, конечно, общий факт рассказали, что усугубление – это, конечно, уже там третья-четвертая стадия, когда мы… Да, да. А пациент должен заподозрить, как сказал Сергей Николаевич, что это язва, трещина. Это может быть даже уплотнение. Это не обязательно вот именно какой-то минус, уплотнение, какое-то пятно белого-красного цвета, которое не проходит. Вот самый вот момент, что вот три часа… Сколько не проходит? Ну, мы всё-таки две-три недели, ну, четыре максимума. Не проходит, не заживает. Даже при назначенном, например, консервативном лечении. Да, родился к стоматологу, да, какая-то есть язвочка, назначено лечение. У нас один тоже из метров, то есть мы не сразу говорим, что, ой, какая-то язвочка, всё, здесь какой-то ставим диагноз. Надо сначала проверить. Да. Мы, конечно, назначаем консервативное лечение. И если вот и динамическое наблюдение в течение двух недель при назначенном лечении положительной динамики нет, то, конечно же, у нас уже вступают немножко другие методы исследования. То есть пациента, как пациента для самообследования, должно насторожить вот эти вот незаживающие раны, авты, трещины или, наоборот, уплотнения какие-то вот. Поясните, пожалуйста, эти две недели консервативного лечения, которое вы назначаете, это, я так понимаю, не критическое время для развития болезни. Я говорю, что при наличии только, например, одной язвы, несовокупность каких-то клинических проблем, когда увеличение лимфатических узлов регионарных, когда появляется какое-то чувство повышенной чувствительности или, наоборот, анемии какого-то участка, появление, возможно, подвижности зубов раненелечённых, при этом какие-то постоянно ноющие боли. То есть если какая-то есть совокупность факторов, то мы, конечно, не ждём 2-3 недели. Я говорю, что если появляется какой-то один из признаков, например, вот эта язва. Пациент говорит, вот она у меня появилась, вот она только что появилась, которые более, так сказать, сознательные пациенты, не стали заниматься самолечением, обратились к стоматологу, мы пациента, естественно, опрашиваем, анамнез, когда это всё появилось. Если уже пациент делает акцент, что она у меня уже полугода в таком состоянии, то, опять же, мы здесь не ждём 2-3 недели. Ищем причину, что, может быть, эта причина – это язва какая-то, травма в полости рта, нависающая пломба, коронка, какая-то ортопедическая конструкция, то есть исключаем этот компонент, который может приводить к этому… Да, разрушенные зубы, корни зубов, вот эти острые края. Консервативное лечение, то есть на фоне ликвидирования причины и консервативного лечения должна быть положительная динамика. Если её нет… Так, теперь поясните, пожалуйста, мне следующее. Насколько я понимаю, запись, например, к вам очень плотная, в поликлинику. Она может за пределы 2-х недель выходить. Можно ли как-то есть какой-то кабинет неотложной помощи, чтобы обратиться как можно быстрее? Как это можно сделать? Ну, на базе нашей поликлиники по нашему приёму, по графику приёма у нас всегда работает дежурный стоматолог-терапевт и дежурный стоматолог-хирург. То есть невзирая на какую-то запись, плановую запись. Если пациента что-то беспокоит, какой-то болевой синдром, или вот какая-то вот что-то его беспокоит, то есть в любом случае в день обращения его доктор-специалист осмотрит. В день обращения. По поводу 24А идентичная ситуация. Ну, там дежурный стоматолог-терапевт, он осматривает в первую очередь неотложных пациентов, если требуется неотложное лечение у хирурга, то есть в течение вот этих вот двух часов, то есть направляться к стоматологу-хирургу. То есть, в принципе, это всё. Это можно разузнать по телефону в регистратуре, или нужно непосредственно лично уже прийти? Как эффективнее это сделать? И личное обращение, и обращение по телефону. То есть можно позвонить и скажут, когда, в каком час можно поехать. Да, то есть всё это в доступе. Мы стараемся максимально приблизиться к пациенту, и чтобы у нас не было каких-то очередей, ожиданий. Понятно, что мы загружены, но мы стараемся. То есть мы идём, понимаем пациентов, что они хотят получить медицинскую помощь намного быстрее, и в большинстве случаев и пациенты понимают нас, когда мы просим, например, какой-то момент подождать, что мы в любом случае окажем медицинскую помощь, но вот в момент времени он бывает, конечно же. Спасибо большое за пояснение. На самом деле, я считаю, что это очень важный момент. Было хорошо, что мы пояснили. Давайте вернёмся к факторам. Что может способствовать развитию заболевания? Про курение мы сказали. Мы говорим это, мне кажется, уже в каждой программе. Вот вы хоть и говорим неоднократно, но это для рака полости рта, вот эти вредные привычки, а именно вот курение. Ну, для жителей стран Азии, которые у нас тоже есть, это все жевания каких-нибудь табаков, нас или так далее, вот этих каких-то вредных веществ, в совокупе с чрезмерным приёмом алкоголя, вот это прямо такая достаточно одна из ведущих. А почему именно в совокупности с алкоголем? Потому что это агрессивная жидкость, как Сергей Николаевич сказал, что вот это как бы агрессивная химическая жидкость. И понятно, что слизистая полости рта при чрезмерном её употреблении и в совокупе с курением... И защиту свою теряется. Да, да. То есть он сначала сопротивляется, сопротивляется, а потом уже всё. Длительное пребывание на утрофиолете. Это вот наши всякие загорания. Солярий. Солярий, да, незащищённые вот эти участки кожи. Наличие... Смотрите, что интересно, в соляриях, насколько я знаю, защищаются глаза, но вот губы, в частности, не защищаются там никаким образом. Там предлагают использовать каким-то социозащитным кремом, но губы, конечно же, не защищаются. Там предлагают, но не настойчиво предлагают. Не настойчиво, как бы это не входит в обязательное. Да, и то есть те люди, которые пользуются данными услугами, они могут просто быть не в курсе того, что может какая-то опасность быть. Поэтому мы вот сейчас их... Создали памятку. Мы создали, у нас, правда, существует памятка. Там как раз перечислены все факторы. Я практически, может, сейчас из памятки могу зачитать, что это достаточно доступным языком написано. Давайте про факторы закончим и перейдём к памятке тогда. Ну вот факторы из памятки как раз в том, что курение, злоупотребление алкоголем, постоянная механическая травма, ортопические конструкции, разрушенными зубами, острыми краями пломб, какими-то ортопическими конструкциями. Повреждение. Да, постоянное механическое повреждение слизистой. Постоянное. Хроническое, можно так назвать. То есть постоянно. Не обязательно это постоянно чем-то его колют или режут, а именно трёт, натирает, давит. Вот такие вот моменты. Да, это тоже один из факторов. Ультрафиолет. Воздействие химических веществ. Это мы говорим сейчас о вредных условиях труда. Кто постоянно работает с какими-то химическими веществами. Кто играет на духовых инструментах постоянно. Зубочистки, да. Зубной нитью, наверное, тоже, да? Зубной нитью. Нет, это всё-таки давать. Ну, что и делать этой зубной нитью. Да, если... Так, как её применяют, обычно этого не будет. Да, согласен. Да. Так. Вирус папиллома человека. Так, здесь давайте поподробнее. Ну, специалистами доказано, что вирус папиллома человека тоже ведёт к малинизации, закричислению. Сама папиллома, она доброкачественная в образовании. Но она, возможно, в большом проценте случаев... Она может прикрывать, да? Это одно из заболеваний, которое может... Как бы фоновым заболеванием... Да, это новообразование, которое вызывается вирусом. То есть доказано, что в возникновении этого заболевания участвует вирус. Вирус папиллома человека. Он может быть не только в челюстной лицевой области, но и других локализаций. Ну, и вирусы, вообще группа вирусов, это одни из тех агентов, которые могут вызывать любые новообразования. В принципе, как таковые. Идём дальше. Ну, я ещё должна сказать, что мужчины, вот, злокачественные новообразования полостирта, в 6-8 раз чаще болеют, чем женщины. Ну, в силу перечисленных неблагоприятных факторов. От курения, алкоголь, какие-то вредные условия труда. То есть, чаще всего неправильное питание, недостаток витамина А тоже ведёт. Потому что как раз вот здесь нарушение функции агентрирования как раз. Как раз в этом участвует. Но опять же, должна ещё, извиняюсь, уточнить, что если не воздействует даже ни один из перечисленных высших фабриков неблагоприятных, это не означает, что мы не заболеем. У нас не будет никакого злокачественного образования. То есть, точной причины возникновения пока нет. Мы только можем перечислить совокупность факторов, что может быть в большой процент случаев привести к злокачественному образованию полостирта. Да, перейдём к памятке. Рассказывайте, что у вас там ещё есть интересного. Ну, как раз мы в этой памятке указали факторы. Указали про те самые язвочки, уплотнения, пятна, что должно насторожить. Какие-то наличия симптомов, что пациент должно насторожить, и он должен обратиться к специалисту. И там указана профилактика, профилактика новообразований. То есть, такие вот блоки, что для пациента было доступно. Об этапах развития мы ещё успеем сказать. Осталось у нас буквально 5 минут. Давайте перейдём к этому вопросу тогда. С чего начинается? Вы говорили про период предрака. Возможно ли его диагностировать самостоятельно? Предрака – это, конечно, фоновое заболевание, на котором развивается злокачественное образование. Оно бывает облигантным, факультативным. То есть, обязательным или необязательным. То есть, там зависит от процента вероятности. Но, опять же, насчёт диагностики. Как раз мы акцентируем внимание на наличие какого-то язвочки, пятна. То есть, вот это, возможно, как раз этап предрака. То есть, пациент должен у себя, если на красной каме губ, полостерта, на языке, на боковой поверхности языка, заглянул, увидел, что не есть норма, когда всё бледно-розового цвета, блестящего, а тут на этом фоне какое-то пятно, непонятное пациенту. То есть, он на этом этапе должен прийти. Причём это пятно может не вызывать никаких болевых ощущений. И это самый такой момент, что на первой-второй стадии рак полостерта, он бессимптомный. Да, есть какой-то дискомфорт, есть какие-то элементы, которые пациент принимает за норму или, возможно, лечит, сопоставляет это с каким-нибудь инфекционным заболеванием, начинает самолечением заниматься. У него не болит, его ничего не беспокоит. И на этом, конечно, этапе мы пропускаем. Это первая-вторая стадия. Пациент с развитием процесса может обратить внимание, когда уже яркость симптомов, это появляются боли. Боли при глотании, при жевании, при разговоре, которые распространяются и радиируют в висок, в ухо, в голову. Обращать внимание, что у него болит. Может быть, увеличение региональных лифатических узлов, чаще всего под нижечелюстных наших лифатических узлов. То есть на это пациент уже обращает внимание, и как раз на этой стадии он к нам и обращается. То есть вот это уже развитие, уже вторая, приходящая в третью и даже уже в четвертую стадию. Еще не сказала про неприятный запах изо рта, такой гнилостный, когда уже распад опухоли, присоединяется вторичная инфекция, какое-то воспаление слизистой. А запах изо рта тоже это вторая, переходящая в третью? Я сказала бы гнилостный запах изо рта, который вот... Это уже третья, четвертая, когда все-таки распад опухоли. Когда мы уже здесь... Да, расскажите теперь, пожалуйста, на каком из этапов, вот мы об этом начали говорить за эфиром, возможна обратимость последствий? Ну вот когда... Наверное, больше, когда нет метастазов, назовем это так. То есть иногда бывает, что какие-то новообразования удаляются амбулаторным путем, в условиях стоматологической поликлиники. То есть при удалении новообразования мы посылаем его на гистологическое исследование, и иногда, конечно, бывают случаи, когда приходят, ну не то, что там рак или еще что-то, а какие-то признаки злокачественности, и рекомендуется консультация онколога. То есть в этом случае пациент вызывается, отправляется к онкологу, его осматривают, и все хорошо. То есть в принципе можно сказать, что мы остановили развитие злокачественного образования. То есть главное обратиться вовремя, назовем это так. Дальнейшие этапы. То есть это вы говорите как раз о том, что вы сейчас назвали предраком. Нет, предрак – это абсолютно другая. Рак бывает и без предрака, как Евгения Николаевна сказала. Просто есть группа заболеваний, то есть мы не будем вдаваться в клинику, в этиологию патогенез, которую называют предраковыми заболеваниями. Они есть там обликатные, есть факультативные. Обликатные – это которые в любом случае переходят в рак, факультативные – это те, которые могут переродиться, могут не переродиться. То есть тут очень много заболеваний. Это, я не знаю, в институте на сколько лет учиться, чтобы про это все рассказать. То есть есть признаки, не то что признаки злокачественности, а есть, допустим, тенденция к озлокачествлению какого-либо новообразования. Допустим, гиперкератоз, появление какой-то язвы. И при удалении ее приходит гистологическое обследование, и, допустим, вот эти признаки видны на нем. Идут рекомендации обследования пациента в онкодиспансере. Он идет в онкодиспансере, его смотрят, что все у него хорошо. То есть можно сказать, что вот на этом этапе мы новообразование остановили. Ну и плюс диспансерное наблюдение пациента. То есть вот здесь определенная группа заболеваний, с которыми мы наблюдаем пациентов. То есть фибром и папилломы – это через 3 месяца пациент вызывается, осматривается. Потом осматривается через год. Через год, если нету появления новообразования в полости рта, а то он снимается с диспансерного учета. То есть вот такая работа ведется. Вот я на уровне поликлинической, амбулаторной стоматологии вот это вот имею в виду. Да, ну и, конечно же, при каждом смотре, при каждом пациенте стоматолога, мы и теперь уже и терапевту, благодаря вашему видео, мы можем быть уверены в том, что специалист смотрит и в случае чего даст нам знать и, соответственно, расскажет обо всех возможных случаях, которые могут случиться у пациента. Главное направить вовремя, если, допустим, это не профильное заболевание. К тому же сейчас есть все возможности для этого. То есть в онкодиспансер существует электронная запись, то есть любые учреждения, и областные, по-моему, в том числе, у них есть электронная регистратура, то есть к ним пришел пациент, они заподозрили, выписали направление, тут же через интернет, не надо никуда ездить, записали в онкодиспансер на определенную дату, на определенное время. Все. То есть все максимально сделано для того, чтобы раньше, может быть, пришлось бы приезжать или еще что-то. А сейчас просто приехал к назначенному времени, его обследовали. Главное увидеть. Да, да, это главное. Ну что, на этом мы внуждены закончить нашу программу. Сегодня мы говорили про филактики онкологических заболеваний полустирта, а в гостях у нас были заведующие хирургическими отделениями Кировской областной стоматологической поликлиники Евгения Гончарова и Сергей Коршунов. Спасибо вам большое, что рассказали. Ждем вас вновь уже с положительными отчетами. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Возрастные ограничения упоминаемого фильма 18+. Продолжение следует.